Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Измени свою жизнь». Мои дорогие подписчики, сегодня я вас привела в очаровательный ресторан, называется «Шеф-пут». Если я правильно, Настенька, потом меня поправит, да? Итак, мои дорогие, я предварительно изучила всё меню, и меня очень оно обрадовало. Дело в том, что нам, кто придерживается кето-питания, очень много, что можно заказать по этому меню. Очаровательный зал, красивый, уютный, приятный, приятный, очень работникам этого ресторана. Мне это очень порадовало. Обязательно под этим видео я оставлю адрес этого ресторана. А сейчас мы поговорим с Настей и зададим ей несколько вопросов. Настенька, скажите, пожалуйста, как давно вы открылись и работает ли ваш ресторан на доставку? Открылись мы в июне, да, мы работаем на доставку, также у нас есть отделение. То есть можно заказать иду через Телеги-класс. Скажите, пожалуйста, какие скидки в вашем ресторане предусмотрены? Скидки. У нас есть 10% за самовывоз. То есть если вы позвоните заранее, приходите, забираете сами, то мы делаем вам скидочку 10%. Плюс еще, если вы приходите посидеть, покушать к нам, у нас есть скидочка 10% для именинника. Вы можете вот так на скидку нам сказать, сколько примерно выходит, ну, счет на одного человека. Просто пришел человек посетить ваш ресторан, покушать. Ну, средний чек где-то на одного человека у нас составляет 700 рублей. Прекрасно, прекрасно, хорошо. Итак, еще вопрос, Настенька. Скажите, пожалуйста, ну, нас, допустим, кетозников не очень алкоголь интересует, но мы приходим с компаниями, кто выпивает, кого этот вопрос интересует. Какой алкоголь у вас подается в вашем кафе? У нас есть пиво разливное и бутылочное. Также приветствуется у нас алкоголь с собой, вы можете принести с собой, но у нас есть пробковый сбор. И пробковый сбор сколько? Стоимость пробкового сбора крепкого алкоголя 500 рублей, вина шампанская 300 рублей. Все понятно. Скажите, пожалуйста, вы каждый день работаете в одно и то же время или как-то... Нет, пятница, четверг и воскресенье. Мы работаем с 10 до 12, пятницу, субботу. Мы работаем с 10 до 3 часов ночи. Понятно. Еще такой вопрос. Скажите, если, допустим, в течение дня приходит компания, всегда есть свободные места, да, или все-таки нужно как-то бронировать? Или бронировать надо, когда, допустим, какое-то торжество, банкет и так далее? Конечно, лучше сбронировать столик. Так вам будет удобнее, потому что мы же не можем предусмотреть, будет ли будет полностью занят зал или будет полностью занята веранда. Чтобы вы уже пришли на готовый стол, и у вас полосок тоже. Итак, мои дорогие, сегодня я с большим удовольствием познакомила вас с прекрасным рестораном. Очень четкий, приветливый персонал и очень красивая. Посмотрите, я вам снимаю зал. Очень красивый, уютный, очень очаровательный. Мы сегодня побывали в таком. У меня девочки угостили очень вкусным кофе. Большое спасибо, Настеньке, за то, что ответила на наши вопросы. Мы обязательно будем приходить в ваше кафе, ресторан, вернее. Ресторан, правильно, да? Да, ресторан, я ошибаюсь. Не кафе, а ресторан. Итак, мои дорогие, под этим видео я оставляю адрес этого кафе. Находится он в Лобни, промышленная 8. Правильно, Настенька? Да. Да, да, да. Итак, мои дорогие, сегодня я побывала в таком прекрасном месте. Мне очень приятно, что я познакомилась с такими очаровательными людьми, которые меня угостили не только кофе, но еще и фруктами. Итак, мои дорогие, пишите свои вопросы, задавайте, отвечаю всем и всегда. Смотрите под этим видео адрес этого ресторана. А пока, 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 помашем Настеньки ручкой.